доброго времени суток мои любимые телезрители сегодня настало время поговорить о персонажах которые во время заражения приобрели суперспособности этот ролик я задумал очень давно и наконец настало время если вас заинтересовал то присаживайтесь поудобней заваривайте чай или кофе всем приятного просмотра поехали как вы все заметили некоторые персонажи сильно отличается от обычных статистов своими способностями хочу немного высказать пару теорий на этот счет сразу скажу что большинство объяснений будет связано с другими медиями я предполагаю что автор мнизей является фанатом некоторых популярных тайтлов и так первый на очереди персонаж лэми у этого персонажа появилась щупальца назовем их пока что так в оригинальном happy tree friends этот персонаж представляет собой милую овечку но как и многие персонажи имеет свои особенности первое это свитер он белый и сделан из овечьих шерсти то есть вы поняли да овечка носит свитер из овечки уже не совсем здоровая ситуация а второе это то что она страдает шизофрении на это указывает ее воображаемый друг мистер пиккелс еще на шизофрению указывает трещина в черепе следовательно болезнь могла появиться в результате травмы головой возвращаемся к амнезии теперь зная предысторию мы можем предположить что так называемый щупальца это или шерсть героини или это шерсть сию свитера вот представьте если это хеба оживил свитер а он свою очередь подчиняется воле лэми этот вариант по эпичности мне нравится конечно больше но будем более реалистичными значит это скорее всего связано с шерстью лэми еще на это указывает то что щупальца находится на спине сразу же можно провести параллель с аниме токийский гуль там у гули есть охотничий орган или назовем его оружием под названием кагуэнэ они в аниме бывают разного вида тут у нас классические лепесточки тогда возникает вопрос зачем автор дал этому персонажу такую способность ответ нормального нет могу предположить что родригес просто смотрел данное аниме и он решил добавить данное оружие в свое произведение а почему именно лэми то скорее всего из-за специфики персонажа о котором мы говорили ранее переходим к следующему персонажу и тут у нас диско мишка и тут речь пойдет об оружие персонажа а именно очень мощная колонка в этой ситуации объяснение будет самым простым и коротким как мы знаем из оригинального happy 3 friends это медведь одеты в стиле диско семидесятых годов и который любит музыку той же эпохи напомню что вопрос по его оружию поднимался еще видео по айсбергу амнезии и там был вопрос про то что хиба дал мишке это оружие но я немного подумал и предположил что изначально это не было оружие его никто никому не давал так как персонаж любит музыку то как в те давние времена носит колонку с со своим репертуаром с собой и так как персонаж центральный то родригес выделил его в стиле самого персонажа а по сюжету хеба зарядил его колонку некой силой такую силу мы наблюдаем вам нельзя 6 как раз когда мишка напал на фликпи как вы видите нож зарядился зараженной крови знаете попахивает новой теории о заражении правда подведем итог колонка была скажем усилена заражением хеба вроде правдоподобно и переходим к третьему персонажу из нашего обзора и это рассел а именно его способность управлять морскими животными если мы обратимся к оригинальному happy tree friends то ничего особенного мы там не найдем это выдра который любит плавать кушать морепродукты и так далее короче все связано на море и воде скорее всего автор просто придумал самую подходящую для него способность теперь что касается его странного глаза в оригинальном мультике у него вообще нет глаза совсем а еще есть небольшая особенность персонажа когда он попадает в безвыходное положение или сильно испуган он впадает в панику и безумие и очень сильно становится похожим на фликпи скрин у вас на экранах перейдем к форме глаза тут я ничего лучше не придумал чем сравнить его с глазами из аниме наруто это далеко конечно и факт и вообще притянуто за уши поэтому жду ваше мнение в комментариях вывод такой хеба усилил связь персонажа с морем и таким образом дал такую способность теперь на тему почему тут нету мимо а все просто все его способности были в оригинальном happy three friends вам нельзя автор просто поменял его милые манипуляции с невидимыми предметами на боевые навыки а также усил их до сверхъестественных ну вроде все сказал если у вас есть мысли и теории по этой теме как обычно жду вас в комментариях а сейчас переходим к вашим любимым рубрикам рубрика хочу попасть видео в этот раз вы были молодцы и активности было больше чем в прошлый раз меня это радует продолжайте в том же духе насчет рубрики выдумав персонажей и и не будет так как за два дня мне никто ничего не прислал но напоминаю что у нас есть еще битва хэштегов хэштег хочу персонажей и хэштег батя лэми под прошлому ролика вы набрали три голоса за батю и 7 голосов за персонажей так что если вы немного поднажмете то победят персонажи на этом моменте у меня все будем прощаться не забывайте подписываться ставить лайки и быть колокол а я с вами прощаюсь пока пока а